Солома Мы с вами находимся на производстве СЛМ-панелей в Новосибирске. Здесь происходит этап сборки домокомплекта. То есть здесь мы напиливаем деревянный каркас, запрессовываем в него ржаную солому, стрижем, делаем боковые подушки. Также здесь еще производится деревянная ферма. То есть кровельная ферма. И вот этот домокомплект в сборе отправляется уже на стройплощадку, где собирается и приводится до состояния готового дома. Плотность запрессовки может быть разная. То есть в панелях эконом-варианта это 120-140 кг на метр кубический. И в панелях премиум сегмента, более плотная прессовка, там от 140 до 180 кг на метр кубический. Солома приходит к нам идеального качества. То есть мы закупаем солому у поставщиков, которые хранят ее в закрытом помещении в сухом, убирают сразу с поля. То есть к нам приходит солому влажностью не более 10%. Другую мы не используем при производстве. Это дает, во-первых, качество, то есть гарантию отсутствия негативных процессов внутри стены. Ну и также вес. То есть чем солома сушит, тем меньше вес самой панели. Вот, например, одну панель вчетвером бригада может монтировать без специальной техники. Вот, также у нас на производстве есть возможность собирать сразу большие кассеты и также панели со штукатуркой. То есть если под специальный запрос, мы можем делать и оштукатуренные панели, то есть первичной черновой отделкой, сразу выпускать их с производства. Тем самым экономить время при сборке на объекте. Не зависит от сезонности, не зависит от времени года, от дождей, там, и прочих погодных условий. Лет пять назад я начал строить себе дом, начал задумываться над теми материалами, с которыми устроить этот дом. И, ну, естественно, там кирпич, это надежно, это здорово, хорошо. Но в то же время я в помешанной экологичности. Мне очень хотелось, чтобы все было экологично, хотя кирпич тоже экологичный, но у меня большой теплопотери. Он не дышащий, тоже известный факт. Я рассматривал вариант дерева. Из федра дерева мой знакомый мне посоветовал, говорит, а посмотрите в тему, в сторону соломы. Есть технология спрессованной соломы. Она мне понравилась, понравилась по многим причинам. Все натурально, все долговечно. Как ни странно, это намного долговечнее, чем дерево. Стены дышащие. Что значит дышащие? Это, кстати, очень важный момент. Для меня это был самым большим плюсом, выбором моего дома, почему я начал строить его с соломой. Ну и потом, кстати, начал производить такие же панели, для того, чтобы другие люди могли тоже жить в этом. И называем мы это все дом для здоровья. Почему для здоровья? Потому что один из очень важных параметров, для здоровья человека важна влажность в 50-60%. Такой дом с такими стенами, эскрессованной соломой, он поддерживает эту влагу естественным образом. В любое время года, будь то на улице минус 40-45, либо там плюс 20-30, в доме всегда круглогодично. Влажность 50-60%. Естественно, он очень теплый. Примерно в три раза теплее дерево. И в семь раз теплее кирпича. Ну, это очевидно. Кирпич это камень, а теплоотдача очень большая. Стены 40 сантиметров, поэтому здесь очень тепло и очень дышащие. И в принципе, то есть если человек, он тоже хочет максимальную экологичность, можно в этом доме сделать так, чтобы не было ни грамма, нигде никакой химии. Вот, например, в моем доме нет и химии вообще нигде. Прелесть вот этой всей технологии. Делается фундамент. Фундамент любой, в принципе. Но мы предлагаем делать, в первую очередь, фундамент именно теплая плита, теплый пол. Нет батарейничных, нет пылесборника, тепло. То есть это большое количество плюсов всего этого. Дальше на фундамент дом, например, 100 квадратов, он собирается буквально вот эти панели, которые привозятся. Они всегда делаются под дом на производстве, собираются буквально за 3-4 дня. Такой дом сделать под ключ, это максимум 2 месяца. Какие плюсы этого дома? Кратко. Как я уже говорил, в первую очередь, это тепло. Во вторую очередь, шумоизоляция очень хорошая. Как вы видите, то есть солому говорят о том, что там это вроде бы там что-то такое непонятное. Это очень надежно, крепко, крепко. Надежно и крепко. Это поддержка влажности. Естественно, для здоровья 50-60%. К вопросу минусов, которые часто задаваем вопрос, который волнует людей. Горит ли солома, которая если просто вот так накидать кушку, да, она горит хорошо, если поджечь. Здесь солома прессованная. 100-120 кг на квадратный метр прессования. Мы проводили эксперимент, паяльную лампу все поставить, даже огонь нагнетать сюда. Она не поддерживает огонь. То есть даже она может стоять 10-15 минут. Убираем лампу. Она выгорает, но сама не горит. Дерево горит, солома не горит. Она по пожаробезопасности лучше, чем дерево. Это во-первых. Во-вторых, когда вот это все построили, она обязательно с двух сторон закрывается глиняной штукатуркой. Глиняный оси антисептик, дополнительный плюс для дома, антисептик. Она также позволяет регулировать влажность в доме и, соответственно, защищает от мелких жучков, червячков. Они сюда не проникают. Ну, а то, что касается грызунов, в интернете легко можно найти. Грызунам неинтересна ржаная солома. Я не знаю, как там пшеничная, овсяная и так далее, но здесь используется не ржаная, она намного прочнее, у нее на микроургане есть шипы. Мы тоже проводили эксперимент. Вот так встали клетку, сюда садили, вот такую встали клетку, сюда садили мышу и крысу. Они сидели трое суток. У них был единственный путь выбраться на волю, прогрызть солому. Они к соломе не призронулись, начали грызть дерево. Ну, это прямо вот подтверждение. Это видеоролик есть на нашем сайте, все это можно посмотреть. Начать, наверное, самое главное нужно с основной концепции нашего поселка, мира деревни. Это, конечно, основное направление, это здоровье, это человек, это саморазвитие, самодостаточность. В связи с этим, когда стал выбор тех или иных технологий строительства в поселке, конечно, выбор всегда склоняется в сторону экологичности, в первую очередь. И вот технология SLM-панелей, она в первую очередь дает такое, как говорится, единение с природой. То есть, живя в таком доме, по большому счету, ты не чувствуешь даже стен, потому что воздух проходит свободно, да, и как бы ощущение того, что ты за городом выезжаешь специально для того, чтобы напитаться энергией природы, как раз, и эта технология позволяет это сохранить максимально. Конечно, когда люди начинают смотреть внимательнее на эту технологию, естественно, возникают важные вопросы о надежности и так далее. В этом контексте как раз гарантия этой технологии дает именно и сама и толщина стены, и сам природность материала, и используемые достаточно, ну, внятные технологии сборки. И на сегодняшний день, построив эти дома, уже попробовав, мы уже получили очень прекрасный отклик людей, которые действительно ценят для себя сегодня не только надежность, но и именно экологичность, и именно комфорт внутреннего жилья. То есть, да, важный момент, что когда вы, находясь внутри самого дома, это очень важно влияет на ваше здоровье. Помимо того, просто ощущений, да, по факту, например, даже из более стабильной влажности внутри, человек лучше высыпается, прекрасно себя чувствует, у него лучше сохраняется кожа, образ глаз лучше держится, да, особенно для женщины это очень важно. И даже мы для себя, уже начав, скажем так, на себе использовать эту технологию, пробовать здесь находиться постоянно, чувствуешь достаточно серьезную разницу. И даже проводили такой эксперимент, завязывали людям глаза и заводили в разные технологии, и в газобетон, и в каркасную технологию, заводили в СИП-панели, и в дом, построенный по технологии СЛМ-панели. И оказалось, что люди по ощущениям, как бы словесно, они предлагают сделать там, ну, говорят, мне нужен кирпичный дом, но когда их завели с завязанными глазами в кирпичных зонах, у них было ощущение подвала, как они сами потом говорили. Они не знали, куда мы их заводим, но когда их заводили именно в эти дома, они говорили, ну, ощущение какой-то свободы, внутреннего прекрасного, как бы, самочувствия. Ну, и, соответственно, это дает то, что одно дело мы думаем рациональным умом, другое дело мы думаем, как бы, своими чувствами. Именно поэтому, думаю, что за этой технологией будущее, потому что здоровье на сегодняшний день очень важно, его все меньше и меньше, к сожалению, у людей, и чтобы его сохранить и приумножить, именно для этого мы и едем за город. Мы, конечно, будем развивать эту технологию здесь, на нашей территории мира деревни. Компания «Дикодом» предлагает интересное решение по отделке фасадов индивидуальных домов термопанелями под клинкер. Эта технология позволяет достаточно бюджетно, быстро, качественно преобразить и придать солидность любой постройке. Наша организация занимается производством фасадных термопанелей. На сегодняшний момент это технология, позволяющая довольно дешево и эстетично преобразить фасад вашего дома. Сегодня у нас на рынке преобладает большое количество газобетонных домостроений, которые имеют в большинстве своем незаконченный внешний вид. когда мы заезжаем на какой-то дачный или коттеджный поселок, мы видим большое количество белых недостроенных домов, белых или серых. Мы эту проблему давно уже наблюдаем в нашем регионе и с коллегами, с партнерами решили реализовать, воплотить вот такое начинание, как производство фасадных термопанелей. Почему фасадная, почему термо, почему панель? Давайте разберемся с этим вопросом. Фасадная, потому что она декорирует фасад, она закрывает все неровности, конструктива дома и делает его эстетически симпатичным. Термо, потому что в ее основе находится пенополистирол, который является основой самой панели. На пенополистирол наносится искусственный полиромизованный камень, заколерованный в определенный цвет и имеющий определенную текстуру, что позволяет сделать ответ на выбор любого, даже самого требовательного заказчика. Мы можем сделать желтый цвет, мы можем сделать коричневый цвет, можем сделать тот цвет, который захочет заказчик. Фактически заказчик приходит к нам своим индивидуальным запросом и говорит нам «Я хочу дом коричневого цвета». Если у нас нет подобранного с того решения, мы в течение небольшого количества времени подбираем ему требуемый цвет, показываем, как это выглядит уже в материале, и фактически заказчику остается только показать пальцем, выбрать тот цвет, тот материал, который его устраивает. Производство панели начинается с того, что мы получаем от наших поставщиков вот такой большой куб полистирола. На вот этом компьютеризированном станке происходит постепенный раскрой этой большой заготовки на маленькие панели определенной формы с определенными выступами, с определенными параметрами, которые в дальнейшем уже превратятся в готовую панель. Фасадная часть панели создается за счет того, что мы смешиваем кварцевый песок с полимерами, которые в итоге формируют искусственный камень. Искусственный камень имеет все свойства камня фактически. И мы можем увидеть, что здесь и долговечность, и повышенное количество времени эксплуатации данного материала. Мы можем смело говорить, что почти 15 и более лет эксплуатация данного материала будет проходить абсолютно незаметно для его владельца. Дома не будут терять цвет, не будут терять внешних своих свойств, как вы его сделали, как вы его смонтировали. Так через 15 лет он таким и останется. Нанесение фасадного материала происходит в два этапа. На первом этапе мы наносим первый изолирующий слой. Фактически это наша подложка. Она также имеет колеровку, то есть мы можем задать любой цвет потребованию заказчика. Обычно это черный, но также бывают и другие цвета. После чего проходит процесс сушки вот в этом помещении. После того, как мы высушили первый слой, нам необходимо уже нанести, как говорится, красоту. Здесь через матрицу операторам наносится финальный, финишный слой, также заколерованный в определенный цвет потребный заказчика. И опять, после того, как этот слой нанесен, изделие попадает в это помещение и примерно 10-12 часов сушки при температуре 25-30 градусов Цельсия он набирает прочность и превращается уже в готовое изделие, которое фактически после небольших доработок пакетируется и отгружается заказчику. Монтаж панели очень простой. На клей-пену, которая имеет температурный режим от 0 до 35 градусов Цельсия, монтажник наносит пену на панель и, в общем-то, приклеивает панель к стене. Для особо требовательных заказчиков также мы предусмотрели пять точек дополнительного анкерного крепежа, который позволяет в случае неровности стены либо в случае, если заказчик хочет дополнительно закрепить панель на стене, вот такие виды крепления. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok